Россия задета за живое вот такой вот новостью. Правительство собирается передать Узбекистану миллион гектаров сельхозугодий в долгосрочную аренду. Большинство граждан, судя по комментариям, против. Может получиться как с Аляской, раздаются возмущенные голоса. А сколько миллионов узбеков приедет осваивать эти земли, нагнетают другие. Хотя никаких подписанных договоренностей еще нет, но народ знает, что если заранее не начать возмущаться, то потом будет поздно. Индифферентно принимая многие опасные изменения в экономике, граждане по-крестьянски не могут пройти мимо вопроса о земле. Это самый больной и страшный вопрос для России. И таким он был всегда. В начале октября вопрос всплыл на переговорах Минсельхозов России и Узбекистана. Особых подробностей диалога нет. Россияне вообще не делали никаких официальных заявлений. А вот узбекская сторона сообщила, что планирует взять в аренду 35 тысяч гектаров. А в перспективе, когда наладятся механизмы сотрудничества, то и миллион гектаров подтянуть могут. Замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин добавил, что 23 российских региона заинтересованы в таком проекте. Но ни один из этих субъектов не назван. За последующие три недели после того саммита не появилось никаких подробностей. Миллион гектаров. Это больше всех сельхозугодий Московской области. А тут непонятно даже, хотят ли узбеки единый кусок где-нибудь в Сибири или он будет собран лоскутами по всей стране. Ни один губернатор не встал и не сказал, хочу продать русскую землю инородцам. Объясните, как лучше это обтяпать. Цена за гектар в будущей суперсделке тоже нигде не всплывала. Возможно, чиновники Минсельхоза даже удивлены бурной народной реакцией. Ведь чем обычно заканчиваются форумы или саммиты после того, как все съедено и выпито. Выделяется рациональное зерно для пресс-релизов. Дескать, подписано соглашение на столько-то миллиардов долларов. Как правило, подписывают лишь декларации о намерениях. Хотим построить завод или разрабатывать рудник. Рассчитываем инвестировать столько-то. Будет ли впоследствии реализован договор, алая лента порезана и постановка юрлица на налоговый отчет. Бабушка это еще надвое сказала. Бюрократы и не подозревали, что попадут в скандал. Они привели иностранные инвестиции в сельское хозяйство. Все должны хлопать. Со стороны может показаться, что народ разволновался на пустом месте, если бы не историческая память. Россия за 30 лет не единожды отдавала крупные куски своей территории в аренду. И всегда общество получало готовую сделку постфактум. Никакой дискуссии экспертов в ее преддверии не звучало. В мае 1991 года было подписано соглашение между Советским Союзом и Китаем о советско-китайско-государственной границе, ратифицировал который уже Российский Верховный Совет в 1992. В стране стартовали шоковые реформы, народу было не до дипломатических тонкостей, никаких комментариев МИД не давал. Но границу, которая раньше проходила по китайскому берегу, решили провести по фарватеру судоходных рек и середине несудоходных. В результате до конца 90-х Россия отдала Китаю около 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 квадратных километров сухопутной территории. Еще 1500 гектаров земли в Приморье Россия потеряла при демаркации границы в ноябре 1995 года. Больше всего споров было вокруг островов Большой Уссурийский и Тарабаров в районе Хабаровска. На Большом Уссурийском размещался укрепрайон, а над Тарабаровым взлетали военные самолеты с ближайшей авиабазы ВВС России. Про дачи простых хабаровчан дипломаты в Москве тем более не вспоминали. Креативно повел себя хабаровский губернатор, тогдашний хабаровский губернатор Виктор Ишаев построил на Большой Уссурийский понтонный мост и быстро возвел на нем часовню в память о воинах, защищавших дальневосточные рубежи, в том числе и от китайцев. Дескать, хотите передавать, получайте скандал на всю страну. В октябре 2004 года при окончательном подписании в Пекине соглашения о границе, часть острова с Чесовной все-таки осталась за Россией. А 10 лет спустя в рамках разворота на восток китайцам отдали в аренду 115 тысяч гектаров земли в Забайкальском крае на 49 лет. В аренду. Народ и здесь отреагировал болезненно. Писали, что реальная площадь отданных угодий превышает 2 миллиона гектаров. Отдали ее по 250 рублей за гектар в год. А один только лес, который китайцы пилят на арендованных территориях, в разы дороже. Плюс они могут добывать полезные ископаемые. Газ, нефть, алмазы. Власти Забайкалья оправдывались. Никаких ценных месторождений на этих 115 гектаров нет. Цена адекватна рынку. И отдали землю не Китаю как государству, а российскому предприятию, работающему на нашей земле по родному законодательству. Ведь на каждом углу говорится, что нужно привлекать инвестора. Вот мы и привлекли. У этого предприятия даже не весь капитал будет из Поднебесной. Приход китайских инвесторов – это общемировая практика. И тут они собираются инвестировать 24 миллиарда рублей за 5 лет. 24 миллиарда за 5 лет. И примерно 20% будет уходить к нам в бюджеты всех уровней. Ну, в общем-то, и не так уж и плохо. И вообще, что за проблема, если эти земли никому больше не нужны? Правда, не все вышло так гладко. Арендатор компания Хуаэ Синбан оказалась давним партнером забайкальских властей. В 2004 году китайцы пообещали построить в регионе крупный современный целлюлозно-бумажный комбинат. То есть 15 лет назад. Даже 16. Под это дело им с легким сердцем отдали в аренду аж 1,8 миллиона гектаров лесов, чтобы ЦБК было где брать сырье. По странному совпадению, эти массивы вытянулись аккурат вдоль государственной границы и к настоящему моменту почти полностью вырублены. Первым делом самые ценные леса между речи Шилки и Аргуни рубки ведутся китайскими гражданами, которые попутно уничтожают ресурсы охотничьих промысловых видов животных. И рыбные ресурсы, причем не только на вырубаемых участках, но и на обширных сопредельных территориях. Так написано в аналитической записке Государственного природного биосферного заповедника Даурский. А ЦБК так и не построили. В 2020 году, год назад, китайская сторона объявила о прекращении проекта. Россией остались опустыненные земли. Это сделало забайкальские власти более осторожными? Нет. Они периодически заявляют о готовности предоставить крупные куски территории то китайцам, то монголам. Особенность российской бюрократии сдать в аренду родную маму – вот о чем вспоминают люди, когда до них доходит весть об узбекском миллионе. У китайцев были хорошие учителя. В конце 19 века китай сам был вынужден сдавать в аренду свои территории. После опыльных войн Гонконг отошел к Британии и под управлением англичан спокойно пережил воцарение коммунистов на материке. В 1997 году эти 426 квадратных миль территории в Южно-Китайском море, усыпанные небоскребами и хайвеями, вернулись под власть Пекина на правах автономии, которые на глазах превращают в обычную китайскую провинцию. Английские власти, что показательно, никаких государственных инвестиций в Гонконг не вливали, а лишь дали возможность бизнесу развиваться на основе британского права. Не забыто, что в 1898 году России отдали на 25 лет в аренду Квантунский полуостров с портами Люишунь, Порт-Артур и Далянь, Дальний. По историческим документам утомишься искать сумму, которую Россия официально заплатила за аренду. Видимо, совсем копейки, зато известны размеры взяток, проплаченные пекинским сановникам. 500 тысяч рублей Ли Хуньджану и 250 тысяч рублей Чан Инхуану. Вице-адмирал Дубасов столь же изящно решил проблему высадки русских войск в Порт-Артуре и ухода оттуда китайцев. Генерал Сун Цин получил 100 тысяч рублей, а генерал Ма Юйкунь – 50 тысяч. После чего 20-тысячный местный гарнизон покинул крепость за сутки, оставив русским 59 пушек вместе с боеприпасами. Под российским скипетром здесь ожила торговля. Появилась ветка КВЖД, но городские доходы Порт-Артура в 1900 году составили менее 150 тысяч рублей. И вот сегодня, когда уже Россия сдает свои земли в аренду, не нужно забывать, что нравы чиновников с тех пор вряд ли сильно изменились. Это я о взятках. А сейчас до новой встречи у меня за углом.